Московский педофил оказался петрозаводчанином. 2 июня в столице был арестован бывший военный. За два дня пять районов. Первую неделю в должности главы Карелии Александр Худеланин завершил поездкой по северу республики. 8 июня Республика Карелия отметит свой день рождения обширной концертной программой, которая обойдется в 4 миллиона рублей. Стоит ли тратить такие деньги? Об этом наш сегодняшний интерактивный опрос. Новости на телеканале Ника+. В студии Анастасия Мячина. Здравствуйте. 8 июня Республика Карелия отметит свое 90-летие обширной концертной программой, которая обойдется региональному бюджету в 3 миллиона рублей. Еще миллион выделит российский Минкуль, сообщают интернет-источники. И сегодня мы хотим спросить у вас, стоит ли тратить миллионы на празднование Дня Республики? Если вы считаете, что стоит, звоните 599-131. Если вы против, ваш номер 599-132. Ну а если вы считаете, что миллионы должны быть не бюджетными, а частными, набирайте 599-133. Итоги подведем в конце выпуска. Звоните, ваше мнение очень важно. К другим новостям. Петрозаводский городской суд вынес приговор водителю внедорожника, который год назад протаранил остановку на улице Фролова. Его освободили от уголовной ответственности, назначили лечение и выписали штраф. Сегодня на последнем заседании суда по делу о страшной аварии на Фролова против присутствия камер подсудимый возражать не стал. После премии ему предоставили последнее слово. Я хочу попросить прощения у пострадавшей стороны. Я никак не хотел, чтобы произошло подобное. Это трагический случай. Я буду все время говорить, что простите, извините. Это будет происходить не автоматом, это будет происходить от сердца. Напомним, авария, которая случилась год назад на остановке улицы Фролова, унесла жизнь пожилой женщины. Еще два человека получили ранения. Внедорожник разогнался, задел деревья, проезжающие мимо машины и на огромной скорости врезался в ларьки на остановке. Выслушав мнение сторон и изучив доказательства дела, суд решил освободить водителя внедорожника от уголовной ответственности. Экспертиза, которую проводили в Москве, показала, что в момент аварии у водителя случился приступ эпилепсии. Применить к Захару Александру Васильевичу клиник на меру медицинского характера в виде амбулаторного наблюдения и лечения психиатра. Гражданский иск потерпевшей удовлетворить, взыскать с Захару Александра Васильевича в пользу Евсюничевой Натальи Юрьевны 500 тысяч рублей в счет возмещения причинного морального вреда. Вещественные доказательства уголовного дела автомобиля марки «Линкольн-навигатор» оставить у Захарова Андрея Васильевича. Будут ли родственники погибшей в аварии женщины обжаловать решение Петрозаводского городского суда, пока неизвестно. Московский маньяк оказался петрозаводчанином. 2 июня в столице был арестован бывший военный, которого обвиняют в попытке изнасилования нескольких школьниц. 30 мая в Савеловском районе Москвы буквально в течение суток было зарегистрировано сразу четыре нападения на школьниц. Педофил подстерегал их в подъездах, но, к счастью, каждый раз ему что-то мешало – довести дело до конца. 2 июня подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний выходец из Карелии – бывший военный Сергей Берсенев. Его удалось вычислить по записи с камеры видеонаблюдения. В итоге подозреваемый узнал себя на видеозаписи, однако вспомнить о совершенных преступлениях так и не смог, ссылаясь на действия лекарств, смешанных с алкоголем. Приношу всем извинения, но хотелось бы до конца разобраться. Я тот день почему-то не помню, вот он как у меня вылетел из жизни, да? Знакомые друзья и соседи Сергея Берсенева до сих пор не могут поверить в то, что он виновен. Родители подозреваемого, проживающие в Петрозаводске, также убеждены – произошла какая-то ошибка. Я этому не верю и не может быть просто, этого просто быть не может. Добрый, хороший парень, я просто, ну, не могу, не могу в это поверить. Это не может быть просто. Никогда пасть никого не обидел. Так или иначе, следствие по делу Сергея Берсенева продолжается. Виновен он или нет, решит суд. Александр Лычагин, Дмитрий Медведев, телеканал Ника+. За два дня пять районов. Первую неделю в должности глава Карелии Александр Худиланин завершил поездкой по северу республики, где встретился с главами и депутатами районов и поселений, медиками и учителями. Причем встречи проходили без отрыва от производства в больницах, школах и домах культуры и с участием местных жителей. В Карелии снова появится недавно расформированный комитет по местному самоуправлению. Начнет работать ассоциация местного самоуправления, которая, по словам Александра Худиланина, должна фактически стать вторым правительством. Что касается бюджета, на следующий год в нем будут предусмотрены меры по стимулированию районов и поселений, будут привлекаться инвесторы и создаваться новые рабочие места, заявил глава. Он встал на сторону руководителя бюджетных учреждений в вопросе о штрафах и взысканиях со стороны надзорных органов, которые уже вынудили уйти в отставку нескольких муниципальных руководителей в Оланецком районе. На следующей неделе с федеральными структурами в обязательном порядке проведем совещание. Я надеюсь, что они меня услышат. Ну, если не услышат, будем какие-то иные методы применять. Есть закон, но есть еще и финансовые возможности исполнения полномочий. Отвечая на вопрос жителей Сегежи о новом составе правительства Карелии, Худиланин отметил, что говорить об этом рано. Сейчас глава присматривается к работе действующего кабинета министров. Программу действий Худиланин планирует вынести на рассмотрение карельского парламента в сентябре. В числе приоритетов продолжение газификации, сохранение традиционных производств, помощь малому и среднему бизнесу, приведение в порядок жилищно-коммунальной и дорожной инфраструктуры и повышение зарплат бюджетника. Проблемы примерно одинаковые, что в Лоухолском районе, что в Калевале, что здесь, в общем-то, проблемы типовые. Это людей волнует и состояние зданий и сооружений, и, так сказать, уровень заработной платы, и состояние и перспективы экономики, организация рабочих мест. Не все зависит от Карелии, не все зависит от республики. Многие вещи нужно сейчас выносить на уровень федерального центра. Глава дал несколько поручений правительству. Нужно найти новых инвесторов для остановившихся лесных предприятий, уладить разногласия с энергетиками и коммунальщиками, обеспечить связь с отдаленными поселениями. В правительстве пройдут совещания. Предстоит разговор о подготовке к следующему отопительному сезону и возможностях республиканского бюджета. Под председательством главы Россельхоза Виктора Маслякова в Петрозаводске пройдет семинар о будущем лесопромышленного комплекса. В лососинке завелась красная рыба. Об этом расскажем после небольшой рекламы. Все это время участвуйте в нашем интерактивном опросе. Увидимся через несколько минут. Семейный развлекательный центр, многозальный кинотеатр, фудкорт, кофейня и рестораны. Мы вместе. Скоро открытие. Макси Отличное место. Построим здесь недорогой отель. Шутите? Тут самая дорогая земля. У вас ничего не выйдет. Убирайтесь. Посмотрим. Дорогая земля. Земля дорогая, зато она дешевая. Низкие цены. Дело принципа. Тариф все на связи. 10 копеек за звонки и смс на все мобильные. Теле 2. Сумом дешевле. Здорово, сосед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы смотрите новости на телеканале Ника+. Мы продолжаем. Исполнительница шансона, певица Рада Рай, выступит на концерте, посвященном Дню Карелии. 8 июня республика отмечает свое 92-летие. Подробности о праздничных концертах у Светланы Воробьевой. Этот праздник – повод для всеобщей задумчивости, сообщил журналистам директор Национального музея Карелии Михаил Гульденберг. Задуматься он предлагает об исторической судьбе нашего края в контексте становления в целом российской государственности, которая, кстати, отмечает в этом году 1150 лет. За круглым столом историки-музейщики и краеведы уже не будут спорить. Карелия, по мнению Михаила Гульденберга, всегда занимала важное место в становлении российской государственности. Кроме того, Михаил Гульденберг рассказал, что официально назывались наши края за свою многолетнюю историю по-разному, но именно слово «Карелия» появилось 92 года назад с образованием 8 июня Карельской трудовой коммуны. Поэтому в новейшей истории и было принято решение праздновать в этот день день рождения республики. Отмечаем по большей части традиционно, так будет и на этот раз, церемония у вечного огня, народное гуляние и торжественное собрание. В 16 часов начнется торжественное собрание в музыкальном театре республики, на котором будет назван почетный гражданин республики Карелия, будут вручены государственные награды, ну и, конечно, премии правительства республики Карелия в области культуры, искусства и литературы. Эту премию вручают раз в два года. В этом на нее претендовали 17 номинантов. Поощрение в 100 тысяч рублей получат только три. Их имена и название коллективов министр не назвала. Интригу сохранят до самого момента награждения. Кстати, еще один секрет. Кто составит компанию на праздничной концертной площадке, исполнительница шансона певицы Ради Рай. Ну и еще погода. Организаторы очень надеются на ее благосклонность. Светлана Воробьева, Евгений Евдокимов, телеканал Ника+. По традиции, накануне Дня Республики в Карелии присуждают звание почетного гражданина. На этот раз почетным гражданином Республики Карелия стал известный детский врач Игорь Григович. Презентация его книги состоялась в Петрозаводском государственном университете. Представляли новую книжку в читальном зале университета. Ведущие церемонии много шутили и острили. Не случайно. Виновник торжества обладает хорошим чувством юмора и имеет в своем багаже немало поучительных историй. Я как-то зашел к шестикурсникам, а они выпивают. Я обратил внимание, что они сидели за столом, на котором лежала газета, и пили из обычных кружек, и колбаса была нарезана прямо на газете. Я сказал, знаете, ребят, на шестом курсе все-таки пора бы посуду уже приобрести, приличную. Воспитывать, просвещать ненавязчиво, но настойчиво. В этом видит свое призвание доктор и педагог Игорь Григович. И когда выступающие задаются вопросом, что за феномен это такой Григович, скромно опускает глаза и заметно волнуясь просит, давайте поговорим не обо мне, а о книжке. В ней многие его мысли и размышления. Книжка вышла тиражом в 200 экземпляров и уже поступила в киоски университета. В лососинке завелась красная рыба. В этом убедились участники рыбацкого фестиваля Кала-Кунда. Рядом с рыбаками работали скульпторы. На суд зрителей они представили шесть огромных песчаных изваяний. Ефим Овчинников обо всем по порядку. Это был праздник со слезами на глазах. До слез смеялись зрители детской шоу-программы. Рядом горькие рыбацкие слезы проливали любителей летней ловли. Кто же рыбачит под громкую музыку? Никак несовместимая. Так чем мешает? Она пугается. Но некоторым все же повезло. Особенно новичкам. Еще недавно Нина Кобазева недолюбливала ездить с мужем на рыбалку. Потом втянулась и супруг преподнес жене теперь уже дорогой сердцу подарок. Нас подвигло что-то. Захотелось самой подергать. Я почувствовала, когда клюет, дал мне муж маленько подержать, а в итоге, говорю, мне тоже нужна удочка. Вот и все. Он мне взял и подарил. В большую рыбную ловлю Виктор Парфенов пришел тоже не так давно. Однако на фестивале наловил форели и занял второе место. Не так и много надо было поймать на самом деле. Раз. Уйдет. Нет, уже не уйдет. Два. Конечно, на помощь новичкам поспели организаторы колокунды. В реку выпустили около сотни голов форели. Это форелька, да? Да, да. Пожалуй, только на фестивале песчаных скульптур не было новичков. Большинство скульпторов получили признание не только в России, но и за рубежом. По словам организаторов, работ такого уровня в Петрозаводске не делали очень давно. Предыдущие фестивали не в счет. Для мастеров в пойму реки Лососинка специально привезли песок, смешанный с глиной. Скульптуры, чтобы не рассыпались, опрыскивали водой и клеем. Трудились почти неделю. Победила работа «Каменная летопись» скульпторов из Архангельска. Техника исполнения, профессионально, уже видно, сделана. Точность и качество линий. Вот всегда вот это есть. Раскрытие темы. Вот именно, что Петроглев, это действительно наша Карелия исконная. И там у него по замыслу переход, что от прошлого к современному. То есть это как человек, там выходит как из камня, там сверху уже лицо живое. Законченных произведений могло быть больше. Но скульптор Рашид Сагадеев заболел и не смог завершить работу над собирательным образом Карелии. Судя по эскизу, его скульптура вполне могла претендовать на первое место. Организатор Александр Ким ко Дню Республики в июле обещал воплотить в жизнь замысел своего коллеги. Ефим Овчинников, Ярослав Березин, телеканал Ника+. Пришло время подвести итоги нашего интерактивного опроса. Сегодня мы спрашивали у вас, уважаемые телезрители, стоит ли тратить бюджетные миллионы на празднование Дня Карелии. Судя по результатам опроса, большинство наших сегодняшних телезрителей считают, что лучше обойтись малым количеством денег или не праздновать этот день вовсе. Может быть считают, что можно потратить 4 миллиона на что-то более важное. Или просто устали от праздников. Тем не менее, с наступающим. И это все новости к этому часу. Всего доброго и до скорой встречи. Компания «Славма» представляет. Новый полезный кефир. Теперь 3,5%. А также обычный кефир в новой упаковке. Кефир от «Славма». Сила и здоровье в каждой пачке. Наращивание ногтей. Дизайн с подарок. Студия здоровья и красоты «Анима». Костная клиника представляет. Революционно новые принципы лечения кожных заболеваний, варикоза, грибковых и вросших ногтей. Максимальная безопасность. Превосходные результаты. Быстрое и комфортное лечение. Костная клиника. Улица Лизы Чайкиной, 5. Чудесный источник, который наполнит силами и подарит истинную чистоту. Карелия Аква. Новая питьевая вода. Карелы МПЭКС. Виртуозы кузовного ремонта. Счастье – это когда вам комфортно одному. И когда вам комфортно вдвоем. Когда у вас есть выбор. И когда выбирают для вас. Бастет. Счастье в вашем доме. Отель Карелия. Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис центры. Бар и ресторан. Отель Карелия. Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Магазин «Ковбой». Джинсы для мужчин и женщин. Любые размеры. Современно удобно. Работаем без выходных до 22 часов. Магазин «Ковбой». Ленина 15. Моя цель – всегда оставаться на связи. Планшеты, ноутбуки – лучший выбор современной женщины. Компьютеры, принтеры, сканеры – все для успешного ведения бизнеса. Железо. Комплектующие – все для сборки компьютеров. Компьютерный мир рулит. Компьютерный мир в шансе. Новое пространство широкого выбора. Народный артист России – Константин Райкин. Спектакль «Встреча» – самая любимая. 29 июня в 19 часов на сцене ДК «Машиностроитель». Субтитры создавал DimaTorzok